Приветствую вас. Ну-то я бы сказал, что во многом ваш вопрос про некоторую уверенность в себе, во многом ваш вопрос про то, как вы воспринимаете себя, как вы относитесь к себе, насколько вы цените себя и цените ли себя вы вообще. То есть это, в принципе, как бы история, ну как мне кажется, история про это в большей степени. Ну вот, и соответственно вам имеет смысл разобрать вот этот вот момент того, почему вы в себе не уверены. Вот. И соответственно уже дальше смотреть, как и что вам нужно сделать, чтобы эту уверенность в себе повысить. Вот. Чаще всего не уверенность в себе возникает, когда человек сравнивает, например, себя с другими людьми. И вот как это, например, вы делаете, сравнивая себя, да, с, соответственно, с бывшей женой своего мужа. Не уверенность в себе повышается, когда, например, во многом вы пытаетесь положиться на... на человека рядом с вами. То есть во многом неуверенность в себе может быть связана и связана, как правило, с тем, что... вы не в полной мере на себя полагаетесь. а в большей степени полагаетесь на других людей, да, на человека, который находится, например, рядом с вами, например, муж. Вот. И, соответственно, все, что вы делаете, ваши действия, ваши поступки, ваши слова, ваши эмоции, все это, вероятно, связано вот с этим моментом, где вы, как бы, перекладываете ответственность за себя на, вот, соответственно, на мужчину рядом с вами. Вот. И поскольку сами жить своей, например, жизни вы боитесь, вот, или, например, не привыкли, вот, что может быть вполне, как мне кажется, реально, вот. А вы ищите, пытаетесь искать везде подтверждение, подтверждение, например, своей ценности, вот. Вы пытаетесь искать подтверждение того, что вы нужны, подтверждение того, что вас ценят. Вот вы пытаетесь искать, вот, подтверждение того, что говорит ли ваш муж своей дочери от первого брака, что у него будет сестричка, вот. И переживаете, что он, соответственно, этого не делает. То есть, как бы, здесь момент, связанный с тем, что вы не живете своей жизнью. По большому счету. И беременность ваша, она, вот, вот, тоже одна из причин, почему вы, условно говоря, боитесь остаться одна из сама. Потому что, вероятно, к беременности, как таковой, вы не готовы. То есть, именно стать мамой, вы, возможно, сейчас не готовы. Вы готовы быть беременной, чтобы, например, не быть одной, да, чтобы там, не знаю. Мужчину, например, к себе, вот, таким образом привязать. Вот, этого готовы сделать. А быть мамой, вот, в смысле, именно, вот, что ребенок нужен мне, что именно я хочу, материнство, да, допустим. Такого у вас, скорее всего, нет. Это очень, мне кажется, грустно. Потому что ребенок здесь, получается просто средство. И все. И мне кажется, что любой человек, в том числе и, вот, ваш ребенок, который еще не радует себе, достойно того, чтобы быть ценностью и ценностью сам по себе. Вот. А у вас, как бы, вот, как мне кажется, с этим есть сложности, потому что вы себя, как, вот, ценностью, ну, не воспринимаете. Вот. То есть вам себя, а, как ценностью, воспринимаете. То есть вам себя, а, как ценностью, воспринимать сложно. Как мне кажется, сложно. Я, конечно, могу ошибаться, конечно, могу быть неправ здесь. Ну, вот, выглядит ситуация вот таким образом сейчас, по крайней мере. И, соответственно, отвечая на, допустим, ваш вопрос, который вы не задаете, что с этим делать, я бы сказал, что, ну, вот, в зависимости от срока вашей беременности, да, то есть на каком вы сроке беременности, вот, вы прямо, прямо об этом не говорите, на каком вы сроке беременности, я так полагаю, что уже это не самый ранний срок, вот. Но в любом, в любом случае, даже если это не самый ранний срок, вы можете начать, в принципе, психотерапию, да, вы можете начать, как-то вот, работу над собой, вы можете что-то делать. Для того, чтобы ваша жизнь, ну, начала меняться, вот, потому что так эта вот ситуация, она не изменится, она будет ухудшаться скорее, потому что ваш муж, он будет чувствовать, что вы пытаетесь на него опереться, ваш муж будет чувствовать, что вы пытаетесь как-то вот, ну, ему, ему вменить свою жизнь, вот, свою какую-то ответственность за свою жизнь, ну, вот, и, в общем-то, его это будет скорее отталкивать, вот. А ваша неуверенность в себе, в свою очередь, будет, ну, вероятно, может, как-то, наводить его на мысль о том, что можно вам изменить, вот, и даже если он этого не хочет изначально, даже если он этого не, даже если он об этом не думает изначально, как бы именно, вот, благодаря такому вашему победению по отношению к себе достаточно дискредитирующему, вот, у него такие мысли, в принципе, могут возникнуть, вот, и когда они у него возникнут, возникнут, когда мысль какая-то возникает, как правило ее, нужно додумать до конца, вот, потому что начало она, ну, остается и, соответственно, не позволяет человеку двигаться дальше, ну, вот, и, соответственно, ваш муж вероятнее всего будет на эту тему думать, вот, и если что-то произойдет, то вы, скорее всего, воспримите это как, ну, вот, по сути подтверждение того, того, что вы подозревали, вот, не отдавая при этом себе отчета о том, что, вот, в какой-то, в какой-то степени, вот, вы сами способствовали тому, что, вот, это произошло. То есть в этот момент вас это уже волновать, скорее всего, не будет, не будет. В этот момент вы уже будете переживать немножко из-за других вещей, вот. Поэтому сейчас пока еще ваш муж с вами сейчас пока еще вы вместе с мужем имеет смысл, конечно, поработать и имеет смысл вам помочь, вот, себе разобраться, вот, помочь почувствовать свою вот цельность, естественно, можно так вот выразиться, вот, и двигаться дальше, по жизни вообще более самостоятельно, вот. Ну, даже вот, например, ну, с учетом некоторых, допустим, нюансов, вроде того, что выберем сейчас, ну, то есть это не является какой-то, проблемой или препятствия, вот. Если вы хотите, ну, там, действительно меняться, если вы хотите на самом деле что-то в своей жизни меняться, вот. Никто не говорит, что это будет легко, никто не говорит, что это будет, вот, прямо, вот. Одним махом и воспиталось, если нет, но сколько-то время. И какие-то ресурсы на это, на это, конечно, потребуется, вот, поэтому вы спросите себя, хотите ли вы этого, если хотите, то нужно работать. Вот, потому что, ну, изолировать вашего мужа, так вот, той же бывшей жены, ну, невозможно, я надеюсь, вы это понимаете, поэтому. Очень хочется верить, что тут, что вы увидите этот момент, вот. И все-таки возьмете больше управление, именно, ну, за свою жизнь, на себя. А не будете, вот, как сейчас, да, там, зависеть от чего-то, ну, то есть, я имею в виду, не будете зависеть, там, вот, этих вот факторов, там, типа, что делает, что делает, там, бывшая жена, да, что она делает, чего она не делает. Вот, ну, вот, и так, да. То есть, я вот очень надеюсь, что вы возьмете, ну, скажем так, вот, брати правление, да, в свои руки, в свои руки, вот, потому что вы этого, в принципе, достойны, и, ну, достойны того, чтобы управлять своей жизнью. Настоятельно, ну, нужно, ну, настоятельно, вот, а не, чтобы кто-то другой управлял, и, вот. Ну, тут, конечно, вам решать этот момент. За вас никто это решение принять не может, вот, что, в принципе, мне кажется, нормально и логично, вот, и даже здорово, потому что это дает вам возможность сейчас стать свободным. До этого вы, скорее всего, чувствовали себя очень, очень не свободным. Ну, нормально, чтобы изменить вас сейчас появилось. Так что, ваше обращение на сайт, это первый шаг, это важный, но первый шаг, дальше потребуется уже выбрать себе психолога и начать индивидуальную работу с ним. Вот. Заставлять вас никто не будет, я надеюсь, это понятно, потому что, ну, мы все-таки не занимаемся тем, что заставляем. Вот. Никто никого не заставляет, но, какие-то вещи вам делать, наверное, все-таки придется. Вот. Вот. Поэтому, решайте, думайте. Вот. Может быть, это имело бы смысл сделать после того, как вы родите. Вот. Может быть, сейчас не очень удобно это делать. Может быть, сейчас вы не готовы к психотерапии. Вот. Но здесь нужно проконсультироваться с врачом, чтобы оценить ваше состояние в какой-то степени, вот, и в какой-то степени, чтобы, ну, понять, убедиться, что вы сможете, что вы сможете, ну, воспринимать психотерапию, что вам она не навредит. Вот. Вот. Потому что никто вредить вам не хочет. Вот. Психологи – это последние люди, которые все интересованы в том, чтобы вам было плохо. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваши выводы. Да. Вопросы вы, собственно, не задаете. Вот. Я бы спросил, чего вы хотите. Ну, вообще, вот, что вы хотите. В принципе. Ну, вот. То есть, вот, ну, вот, вы обратились к нам на сайт, вот, вот, хотите-то чего? От нас, вот. От психологов. Вот. Вот. То есть, было бы здорово, мне кажется, если бы вы, ну, постарались ответить себе на этот вопрос, что вы хотите от нас, от психологов конкретно. Вот. Потому что ответ на этот вопрос позволит вам понять, в какую сторону двигаться со специалистом. Вот. Вот. Сейчас, пока, на мой взгляд, такого понимания у вас нет. Вот. Было бы здорово, если бы оно появилось. Кстати, это может стать отдельным объектом, объектом, отдельным предметом, точнее, обсуждением терапевтического, вот, где вы поймете для себя, в какую сторону вы хотели бы двигаться. Вот. Вот. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вот. Не затягивайте, если хотите действительно решить свою проблему. А мне трендисты вам по моему ответу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...